Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Наступившая неделя обещает быть энергетически насыщенной и яркой. Кого ждет успех в работе, а кто получит шанс наладить свою личную жизнь, расскажем прямо сейчас. С 23 июля свои дни рождения празднуют люди, рожденные под знаком зодиака Лев. Наш астролог Янина Балашова расскажет интересные факты о представителях огненной стихии. Лев. Лев – огненный знак, указывающий на творческий деятельный характер с организаторскими или лидерскими способностями людей, которые родились с 23 июля по 22 августа. У представителей этого знака величественный облик. Они храбрые, благородные, вежливые, немного скупы и мягкосердечны. Львы правдивы, искренни в своих увлечениях и чувствительны. Эти люди не достигают своих целей, так как цели, поставленные ими, слишком высоки. Они способны на жертву, следуя своим физическим побуждениям и величию своего сердца, что может привести их к бедности. Львы легко прощают и могут занять положение, дающее власть. Этот знак управляется солнцем, что указывает на человека гордого, обладающего достойными качествами. Классические тексты говорят, что человек, родившийся под восходящим знаком льва, будет бесстрашен, склонен к употреблению животной пищи, будет любить горы, леса, много и жадно читать, будет предприимчив и раздражать своих родственников, а также иметь несколько партнеров по браку. Овнам рекомендуется отказаться на время от коротких деловых поездок и встреч с партнерами. Скорее всего, они не принесут того результата, на который вы рассчитывали. А вот, сосредоточившись над решением задачи, не требующей взаимодействия с людьми, вы можете добиться серьезных успехов. Свежий воздух и общение с природой придадут вам силы энергии. Не упускайте шанс прогуляться или выехать за корот. В жизни тельцов наступает удачное время для учебы и получения новых знаний. Вы не только будете легче усваивать новую информацию, но и прекрасно справитесь с любыми нагрузками. Встречи, деловые знакомства и поездки также пройдут в вашу пользу. Это период повышенной работоспособности, многие вопросы будут решаться параллельно. Однако постарайтесь быть не слишком напористыми и прямолинейными. Это может оттолкнуть от вас окружающих. У близнецов на этой неделе будет возможность обновить свои знания по какой-то теме. Возможно, вы получите информацию, связанную с событиями в мире, либо же узнаете что-то необходимое вам по работе. Это отличное время для учебы и повышения своего уровня образования. Даже трудные для понимания вещи будут даваться вам легко. Раки смогут проявить невиданную до этого времени практичность, которая в сочетании с трудолюбием поможет вам справиться даже с самыми трудными и неинтересными делами. Удачный период для того, чтобы избавиться от всех отложенных на потом задач. В вашем распоряжении окажется та сумма денег, которая была необходима для осуществления давней мечты. Не отказывайте себе в радости и покупках, даже если на первый взгляд они выглядят легкомысленными. Львам следует серьезно заняться своим профессиональным ростом. Сейчас вы сможете существенно продвинуться вперед, если не будете пренебрегать самообразованием и развитием. Не упускайте возможность получить новые знания или завести полезные знакомства. Для дев это прекрасное время для самых смелых перемен в своей внешности. Ваши эксперименты окажутся приятной неожиданностью для окружающих и привлекут внимание. А вот от покупки дорогих вещей пока лучше воздержаться. У весов наступает замечательное время, когда могут сбыться самые заветные желания. Многие из вас вступят в новый период жизни, полный открытий и отличных перспектив. Не бойтесь ставить перед собой амбициозные планы. Чем смелее вы будете, тем больше шансов на достижение успеха. Значение друзей в вашей жизни в этот период существенно возрастет. Можете рассчитывать на хорошие, а главное нужные вам советы. Скорпионам следует быть особенно внимательными во второй половине недели, чтобы не проглядеть дополнительные шансы на успех. Скорее всего в четверг появится реальная возможность продвинуться по карьерной лестнице или получить поддержку от человека, который находится выше вас по статусу. А вот в личной жизни все не так просто. Велика вероятность того, что вам придется метаться между любимым человеком и кем-то из друзей, пытаясь решить их конфликт. Лучше всего будет занять нейтралитет и не принимать чью-либо сторону в этой истории. Неделя для стрельцов может оказаться очень романтически насыщенной. В особенности, если вы запланировали на это время путешествия. Вероятность найти любимого человека сейчас максимальна. К озерогам на этой неделе хорошо уделить внимание личным отношениям. Порадуйте свою вторую половинку неожиданным сюрпризом. Пригласите в кино или ресторан. А для тех представителей знака, кто еще не встретил свою вторую половинку, есть хорошие новости. Присмотритесь к окружению, возможно, ваша судьба уже рядом. У водолеев активизируется деловое общение. Скорее всего, на этой неделе вам придется чаще обычного встречаться с партнерами и коллегами и вести объемную рабочую переписку. Из трудных переговоров вы будете выходить победителем. Для рыб начало недели благоприятное время для ремонта или выбора недвижимости, особенно если вы давно это планировали. Также период благоприятный, чтобы начать обучение. Звезды рекомендуют посещение семинаров, бизнес-форумов, тренингов личностного роста. В карьере самые большие успехи ждут тех представителей знака, чья профессия связана со спортом. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа 12 созвездий. До новых встреч и будьте счастливы!